В Узбекистане, в городе Газаклентия, митрополит ташкентский узбекистанский Викентий совершил освящение церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы Всескорбящих Радости. Как можно узнать из печатных изданий Узбекистана, идея создания этой церкви появилась в 1996 году, после того, как основная масса русскоязычного населения выехала из страны. Оставшиеся в республике люди столкнулись с проблемой сохранения родной культуры и русского языка. И вот, в день памяти равноапостольного Кирилла, учителя славянского, митрополит ташкентский узбекистанский Викентий совершил чин освящения церкви. На торжественное событие приехало множество гостей. Приехали все наши друзья. Очень приятно. Как раз те священники, с которыми мы начинали, мы еще не будучи батюшкой, не будучи священником, проходил послушание в храме. В соборе. Служил послушание в монастыре. Они сегодня все были на нашем великом таком празднике освящения. Это делается один раз века. Это удивительное место в городе Газалкенте. Очень светлое, очень теплое. Где тебе всегда рады. Где ты всегда найдешь ответы на свои вопросы. И на душе становится очень легко и радостно, когда мы находимся здесь. Поэтому хочется приезжать снова и снова. После таинства причастия владыка Викентий поздравил настоятеля храма отца Бориса и всех прихожан с великим чином освящения храма. Мы сегодня освятили храм через всех скорбящих радостей. И может быть не случайно люди и настоятель с матушкой приняли решение, чтобы дать имя этому празднику, этому храму всех скорбящих радостей. Потому что мы любим, мы почитаем, мы верим, что Пресвятая Богородица является нашей заступницей. И скорби у нас очень многие. И потому она и всех скорбящих радостей. Также владыка наградила отца настоятелем медалью в честь 200-летия со дня окончания Отечественной войны 1812 года. Событие произошло такой громадной важности для нас. Освящение нашего храма, нашего престола пришлось нам ждать сколько лет? 14. Для нас этот храм – это наш маяк, который освящает всю нашу жизнь, все наши дела, все наши добрые намерения. Поздравить батюшку с этим радостным событием спешили все прихожане храма. Пусть он также несет свой крест в своей службе, так же, как он нес до этого. Пусть Господь ему поможет в его благих делах.